Валдани прошел первый этап всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди мужчин и женщин. В нем приняли участие более 40 спортсменов. Наибольшее количество участников представляли Дальневосточный федеральный округ. Впрочем, были представители из Москвы и регионов Сибири. Валдани прошел первый этап всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди мужчин и женщин. В нем приняли участие более 40 спортсменов. Наибольшее количество участников представляли Дальневосточный федеральный округ. Впрочем, были представители из Москвы и регионов Сибири. Всероссийские соревнования у нас проходят уже третий раз. И, естественно, здесь у нас уже на всероссийском уровне проходит полностью на достаточном таком масштабе, что все уже знают и приезжают ближние регионы, это Дальний Восток в основном, ну и из Сибири у нас приезжают, и даже из Брянска приехали на спорт международного класса. Первый день бежали классическим стилем. Женщины 5, мужчины 10 километров. В данной дисциплине среди мужчин призовые места заняли представители Якутии, впрочем, как и в спринте. А вот среди девушек в классике отличились гости из Москвы и Хабаровска. Спринт же покорился якутской спортсменке, второй и третий результат за хабаровчанками. По словам спортсменов, открывать сезон всегда тяжело, главное преодолеть психологический барьер. Сначала сезон всегда тяжело. У меня каждый год здесь, хоть это мой дом, но первые гонки мне даются очень тяжело. Знаменитых спортсменов на этот раз в Алдане не было. Члены сборной команды России готовятся к зимней Олимпиаде в Корее, поэтому выбирают места для тренировок, более подходящие по климатическим условиям корейским широтам. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.